Всем привет, это канал Двое в Каноэ. Привет! И сегодня мы поговорим о наших итогах за 6 лет жизни здесь в Канаде. Как я уже говорил в одном из наших видео, уже прошло 6 лет, как мы здесь находимся в Канаде. И, собственно, какие итоги за эти 6 лет. Иммиграция, стоила ли она того или нет, каких карьерных успехов достигли и так далее, и так далее. Поговорим об этом сегодня. Поехали! Ну, а прежде чем мы начнем, я хочу рассказать о том, что недавно у меня брали интервью. Брала интервью Вика с канала ProgBlogTV. Можно сказать, перепродали меня американской компанией. Как ты организовываешь свое время? Сначала я просыпаюсь и иду в свой офис. Дорога занимает где-то около 1 минуты. Сколько процентов от зарплаты у тебя остается после всех трат? На жизнь нам хватает. Вика рассказывает об IT-индустрии, о около IT-темах. Она сама из Сан-Франциско. Рассказывает о том, как найти работу в таких компаниях, как Facebook, Google, YouTube и так далее в Сан-Франциско. И она также рассказывает про другие страны, про другие города США. Очень интересный влог. Ссылки на интервью вы можете найти под видео, если вам интересно. Обязательно захотите на канал Вики. Очень полезный канал. На самом деле, ребята сами замечательные. Вика и Миша, они приезжали в Ванкувер. Мы с ними встречались здесь. Им большой привет от нас. Ну вот. И мы действительно очень советуем посмотреть их влог. Смотрите, подписывайтесь на них. Ну вот. У них реально много интересной информации. Ну, давайте перейдем, собственно, к теме нашего видео. Дело в том, что мы уже давно не выкладывали видео. Да, ну, буквально сегодня мы встретили подписчика, одного из наших подписчиков, гуляя по нашему парку. Было очень приятно встретить людей, которые нас смотрят. Да, это очень замечательно. Это очень неожиданная была встреча. И большой привет ребятам. И можно сказать, они нас подтолкнули немножко, сказали, надо исправляться. Да, и, собственно, мы исправляемся и снимаем новое видео. Итак, шесть лет назад мы с тобой переехали в Канаду. Мы сегодня не рассказываем про тот период подготовки к переезду в Канаду, который у нас занял где-то около двух лет. Это процесс эмиграции, процесс сбора документов, изучение языков и так далее. То есть мы рассказываем с момента, как мы уже приземлились здесь в Канаде. Ровно шесть лет назад, 15 мая, мы приземлились в международном аэропорту города Монреаль. И, собственно, вот первый день ты помнишь, какие у тебя были впечатления о Канаде в целом, какие вот были впечатления? Ну, я помню, что с самого момента, как мы приземлились в Канаде, то есть как мы приземлились в Монреале, вот, у меня было ощущение какое-то очень домашнее и очень свободное. И при этом у меня было какое-то такое впечатление, что, во-первых, я не знаю, если кто-то был в Монреальском аэропорту, аэропорт достаточно понятный, он такой не очень большой, ну вот. И люди были достаточно приветливые, поэтому нам, в принципе, сразу было там комфортно, вот. И в первые дни проживания в Канаде, дело в том, что нас встретили друзья, поэтому мы тоже достаточно, так скажем, мягко приземлились и начали свой иммиграционный путь, потому что две недели мы жили у наших друзей, и это было очень здорово, потому что наши друзья рассказали нам много о новой стране. Да, то есть я здесь согласен, что было какое-то чувство уюта, да, вот лично у меня, как мы только приземлились, прям какое-то, не знаю, как это объяснить, да, но чувство уюта, какое-то домашнее уже чувство, и было чувство спокойствия. То есть если мы нервничали до этого, да, мы думали, стоит переезжать, не стоит, это очень важное решение, да, для каждого человека, то в аэропорту, как мы только вышли из самолета, вот это вот спокойствие какое-то нахлынуло, все люди вокруг вежливые, хорошие, да, вот пограничники, все улыбаются, все достаточно организованно, нам это все очень понравилось. Первый год в Канаде для нас был, конечно, достаточно тяжелым, мы уже говорили в одном из наших видео, да, то есть мы проходили через процесс адаптации, преодоление культурного шока, да, я бы не сказал, что у нас был прям сильный культурный шок, но я считаю, что культурный шок бывает у всех. Некоторые отрицают, говорят, нет, не помню и так далее, может быть, он просто прошел незаметно. Плюс я заметил, что после шести лет жизни в Канаде, кажется, что и у нас его уже не было, кажется, какой культурный шок, но я помню, что он точно был, потому что я много раз уже об этом говорил, что он у нас был, и я помню какие-то были неудобства, да, привыкание к новой культуре, к новой стране, к новому языку, к новым порядкам и ценностям. Да, изучение новых особенностей, то есть знакомство с новыми людьми и как вести себя правильно в обществе, на работе и везде, то есть мы к этому тоже привыкали, как и многие другие люди. Да, и, собственно, финансово нам тоже было тяжело первый год, потому что у нас не было сразу хороших работ, мы оба работали на survival jobs, то есть работа на выживание, на минимальную оплату труда, а Владе больше чуть-чуть повезло, она работала в даунтауне, в красивом офисе, да, в большом здании. Ну, действительно, у всех ситуация миграционная разная, и, действительно, тем, кто переезжает сюда с уже хорошими работами и с хорошей профессией, намного легче, чем было нам, поэтому, конечно, наш пример, он не показателен, то есть здесь очень много пар, которые приезжают и становятся успешными буквально вот сразу, потому что у них уже есть, как правило, там хорошая работа, например, но это был не наш случай, ну вот, потому что нам пришлось переучиваться с теми профессиями, с которыми мы прилетели. Да, и, собственно, мы первый год занимались, помимо работы, мы учились по вечерам, я учился на программиста, Влада на маркетолога, да. Да, первое время я пробовала, хотела быть очень веб-дизайнером, потом я решила, что это не совсем то, чем я хочу заниматься, очень заскучала по тому, чтобы быть маркетологом опять и работать в этой сфере. Да, еще у нас был выбор тебе идти учиться на HR, да, то есть поменять в корне профессию, потому что была она маркетологом, да, здесь у маркетологов достаточно конкурентный рынок, и устроиться на работу сложно, тем более, если человек с другим языком, с другой культурой, да, маркетинг обычно, маркетингом занимаются люди, которые очень знакомы хорошо с космосной культурой, да, и в этом плане, и с языком, в этом плане было немножко тяжело, и мы думали, как бы, может быть... Что еще лучше, да. Да, кардинально поменять на рекрутера. Да, но еще надо сказать, что если вам чего-то хочется, как правило, этого можно добиться, и вот в моем случае было так, что очень многие мне говорили, например, там, нет, маркетолог, это вообще тебе не стоит идти соваться в эту профессию, потому что это действительно очень сложно, и, возможно, если бы мы остались в Монреале, оно так и было бы, но вот, но, как бы, потому что в Монреале нужен очень хороший французский язык, как родной, чтобы устроиться там на работу маркетологом, вы должны быть маркетологом на двух языках, что очень тяжело, вот, но нам повезло в том плане, что мы переехали в Ванкувер, и здесь было с этим гораздо легче. Да, ну, собственно, в конце, в итоге, мы долго и очень мучительно выбирали между HR и маркетингом, и все-таки решили, что Владе лучше продолжать, потому что она имеет опыт работы в маркетинге в России, и мы решили, что лучше ей продолжать получить местное образование и пытаться найти работу здесь. Собственно, работу ты уже нашла только в Ванкувере, да? Да, работу я уже нашла в Ванкувере, потому что... В Монреале ты работала не по специальности. Да, в Монреале я работала не по специальности, потому что, как бы, получала образование, и, собственно, искала опыт, получала опыт дополнительный. Да. Ну, я работала в маркетинговом агентстве в Монреале, на самом деле. Ну, вот. Это стажировка была? Это была моя стажировка. Вот. То есть это был очень хороший, это был очень хороший первый шаг к получению вот моей профессии, поскольку, несмотря на мой российский опыт, очень сложно подтвердить было, что у меня был опыт, что я хороший маркетолог. Было очень сложно подтвердить первые годы здесь, что я могу работать в маркетинге. И с этим сталкиваются очень многие приезжие иммигранта, с этим, потому что, несмотря иногда на то, что, например, люди могли быть менеджером по продажам или занимать какую-то очень хорошую позицию в странах, из которых они эмигрировали сюда, иногда бывает очень сложно первые годы подтвердить именно ваш опыт работы, то, что вы можете писать на английском языке, говорить, общаться с людьми. И вот то, что ваши квалификации соответствуют тем знаниям, которые нужны здесь для тех же там маркетологов, рекрутеров или каких-то других, какие-то другие профессии. Я сейчас в основном говорю не о технических вещах, а о, то есть, о гуманитарных, о гуманитарных профессиях. Да, то есть многие задавали вопросы на нашем канале, как быть не техническим специальностям, да, программистам легче найти работу, а как быть не техническим специальностям. Вот, пожалуйста, пример. Если не можете найти работу сразу, ищите хотя бы стажировку. Пару месяцев стажировки обеспечит вам уже начало вашего резюме, начало, как бы, построения вашего профайла здесь по профессии, и вы уже можете более уверенно дальше продолжать поиски работы после того, как у вас есть какой-то опыт, потому что стажировка считается за полноценный опыт. Да, есть несколько примеров наших друзей, когда друзья начинали здесь, допустим, работать в совершенно необычной сфере, то есть необычной для них сфере, и начинали постепенно в этой сфере развиваться, например, в сфере рекрутинга, или, допустим, в сфере в какой-то другой социальной, вот, или что-то связанное с языками, ну, вот, таких примеров, такие примеры тоже есть. Да, и ты, когда работала на стажировке, тебе ведь полностью не платили, да, то есть ты полностью бесплатно работала. Стажировка мне не оплачивалась, да, это была первая неоплачиваемая стажировка, но все равно это помогло мне получить первый опыт, в том числе организации мероприятий, вот, и проведение всяких рекламных кампаний в соцсетях. Закончили учебу мы в течение первого года, да, может быть, уже, ты закончила через сколько после того, как мы переехали? Да, где-то в течение второго, я бы сказала, когда мы уже, мы два года прожили в Монреале, и в конце вот второго года я закончила учебу. Да, я начал учиться раньше, да, и я четко знал, я очень быстро выбрал профессию веб-программиста, да, с тобой мы думали немножко HR, маркетинг, даже веб-дизайнер мы думали, да, плюс ты же еще пыталась поступить, думали насчет MBA, да, правильно? Да. Вот, но эту мысль мы откинули, потому что, потому что, наверное, мы бы не смогли это не потянуть, не осилить, да, это все-таки долгая программа, это сложная программа, мы решили... Это сложная программа, да, к тому же, как бы, это действительно требует финансовых затрат, то есть со стороны семьи. Да, мы решили совместить работу и учебу, чтобы мы могли одновременно и зарабатывать деньги, чтобы обеспечивать нам нормальную жизнь, и учиться. Вот, то есть за первый год мы получили дипломы, Влада на второй год получила диплом, я уже через полгода после того, как я начал учиться, я нашел работу, я уже рассказывал, как я составлял портфолио, и в том числе я рассказывал в интервью Вики, про которое я говорил, да, в видео с моим интервью под этим видео. То есть я составил свой сайт, да, начал быстро искать работу и предоставлял ссылку на свой сайт работодателям, и уже через полгода после начала учебы я уже нашел первую работу, и когда год завершился, первый год в Канаде, у меня было уже полгода опыта работы по специальности, и у меня был диплом об образовании по этой специальности. Первые полгода я работал на survival job, как я уже говорил, и слава богу, что я оттуда ушел. Дальше, как мы только приехали, какие документы мы получили сразу? Это медицинская карта, дальше карта постоянного резидента, и я сразу в первый год получил права, местные канадские права, я пошел учиться, Влада тоже имеет права, но... Да, но я свои права получила гораздо позже. Год назад. Год назад. В Ванкурии. Вот, но все равно, сейчас у нас у обоих есть местные права, у нас у обоих есть сейчас гражданство канадское, мы получили гражданство в 2016 году, через 4 года после того, как мы переехали в Канаду, и мы сдали экзамен успешно, как помнишь, как мы ходили учить в парк? Да, мы ходили учить, это было... То есть для того, чтобы подготовиться к экзамену, вам нужно прочитать определенную книжку, эта книжка там, по-моему, 30 листов или страниц, вот я уже не помню, но... Это очень много исторических всяких сведений, вы должны знать хорошо даты, вы должны хорошо ориентироваться в истории, вы хорошо должны знать известных культурных личностей, и вот всю эту информацию надо очень хорошо выучить, для того, чтобы... Потому что, как бы, вопросы на экзамене меняются, вы пишете письменный тест, кто-то говорит, что тест простой, кто-то... для кого-то тест сложный... Если кто учил, то для того простой. Для того простой, да. Если человек не учил, я не думаю, что он сдаст. Да, то есть там действительно это тот случай, когда к экзамену надо готовиться, и когда списать нельзя, если только вы не суперсписывальщик, потому что, да, это не так просто. Ну вот. Ну вы просто... Потому что это очень большой риск, вы очень сильно рискуете, если вы будете списывать что-то. Да. Собственно, у нас есть канадские паспорта, по которым мы уже можем ездить практически по всему миру без виз. Это очень большое достижение, я считаю, и стоит хотя бы это того, чтобы четыре года прожить в Канаде. Три, да, сейчас дают гражданство через три года. В нашем случае тоже было три года, просто мы подали документы на получение гражданства через три года после того, как мы прожили в Канаде, но сам экзамен прошел немножко позже, так как нам пришлось какое-то время подождать после того, как мы подали документы, да. Нам пришлось прождать какое-то время, и где-то три с половиной года, наверное, когда мы получили уже гражданство. И мы ездили в США, мы ездили в Европу, без виз, чудесно, просто покупаешь билет на самолет, проезжаешь, высаживаешься, никаких ограничений, это очень здорово. За шесть лет жизни в Канаде мы прожили в двух канадских городах, это Монреаль, где мы пробыли два года, и Ванкувер, где мы живем сейчас. То есть здесь мы уже с 2014 года, то есть считались сами, почти уже в июне вот как раз будет четыре года, как мы здесь. За эти шесть лет мы так хорошо изучили Канаду, мне кажется, в целом, потому что нам повезло, мы смогли от Монреаля проехать до Ванкувера, и все это мы пропутешествовали на своей машине, поэтому нам повезло увидеть очень многие регионы Канады, очень многие красивые озера, природу Канады, и мы побывали в разных регионах, мы поговорили с людьми на разных языках, потому что в Монреале говорят на французском много, там в остальных провинциях говорят на английском, то есть это было очень увлекательное путешествие, и мне кажется, это помогло нам страну узнать еще лучше. Да, и то есть в Монреале мы уже купили свою машину, да, где-то через полтора года после того, как мы жили в Монреале, мы купили свою машину, маленькую Toyota Yaris, вот дешевую достаточно машину, мы взяли ее в кредит без первого взноса, то есть приходишь в автосалон, ни грамма не платишь, забираешь машину, уходишь, но потом, правда, выплачиваешь ежемесячно какую-то сумму, мы выплачивали, машина стоила около 10 тысяч долларов, и мы ежемесячно, мы взяли кредит на 5 лет и выплачивали ежемесячно 160 долларов. Да, но мы покрыли машину достаточно рано, как только у нас появилась возможность, то есть мы сразу этот кредит закрыли. И благодаря тому, что мы купили машину, я всем рекомендую, кто переезжает в США, в Канаду и так далее, приобретать машину, но есть люди, которые без машины хорошо обходятся, да, я не представляю нас без колес, потому что мы любим путешествовать везде, и даже живя в Монреале, мы объездили всю округу, мы были в Отавии, мы были в Торонто, мы были в Квебек-Сити, только в США мы еще не ездили, правда, с той стороны, да, с Монреаля. Вот, но канадскую сторону, ту, ист-кост, можно сказать, мы немножко объездили на машине, и у нас появилась вот такая вот уникальная возможность пропутешествовать от Монреаля до Ванкувера, 5 суток у нас это заняло, проехали, как Влада уже сказала, по разным регионам, очень красивые пейзажи, просто изумительные, это просто был как отпуск, да, то есть мы ехали, и каждый день разные пейзажи за окном, это было очень здорово, очень интересно. Многие спрашивают в видео сравнить города Монреаль и Ванкувер, я думаю, что это тема для отдельного видео, потому что сравнить можно по многим-многим критериям, в целом, скажем, как тебе Монреаль? Ну, мне нравятся оба Монреали и Ванкувер, то есть я скажу сразу, но вот, просто это очень разные города, и Монреаль более, может быть, Монреаль чуть более большой город, но с другой стороны, он достаточно милый, там очень много отличных ресторанов, и много очень таких культурных мест, которые можно посещать, вот, Ванкувер он совершенно другой, вот, и нам здесь нравятся свои вещи, у нас есть целое видео по этому поводу, кстати. Да, то есть я бы сказал, Монреаль это такая больше культура, да, больше культуры, в Ванкувере больше природы, нам Ванкувер нравится чуть больше, Монреаль тоже оставил у нас очень хорошее впечатление, очень классный, хороший город, со своими трудностями, правда, французский язык и прочее. Больше налогов нужно платить в Монреале. За 6 лет в Канаде у нас произошли подвижки также и в карьере, да, то есть и у Влада, и у меня произошли некоторые достижения, я считаю, что мы добились неплохого успеха за 6 лет. Что у тебя, например, произошло в твоей карьере? Ну, я начинала работу, если вы помните, как бы я переехала сюда как пиарщик с небольшим опытом в маркетинге, вот, я начинала работу свою со стажировок, ну вот, стажировки, которые были бесплатные, и потом постепенно в Ванкувере я уже стала маркетинговым координатором, вот, и постепенно выросла до менеджера по маркетингу, ну вот, кем я работаю сейчас. Ну, а я, собственно, в Монреале тоже работал джуниор веб-девелопер, да, в Монреале, после того, как я закончил учебу, и здесь, в Ванкувере, я уже работал в двух компаниях, как middle-девелопер, и сейчас на последней работе я работаю как senior веб-девелопер, и я считаю, что я добился неплохих успехов, я теперь, помимо того, что сам прохожу собеседование, я участвую в процессе набора новых девелоперов, я участвую, я провожу собеседование, я формирую задачи для девелоперов, которые задаю на собеседованиях и так далее, то есть я знаю сейчас процесс с обоих сторон, но еще, я думаю, нам есть куда расти, и это очень классно, что в Канаде есть такое понятие индекс развития человеческого потенциала, это значит, что человек, вне зависимости, чем бы он ни занимался, что бы ему не нравилось делать, во сколько бы лет он не начал что-то делать, он всегда может добиться успеха, и здесь часто бывают такие случаи, что люди в 30, 40, 50 лет меняют кардинальную профессию, и все равно у них есть надежда на светлое будущее, по новой профессии они могут добиться того, чего хотят, потому что вот этот вот понятие индекса развития человеческого потенциала действительно дает вот эту возможность здесь в Канаде разбиться всем. Что можно сказать по поводу финансовой дисциплины, которой мы тут научились? Да, это, кстати, очень интересная тема, потому что на этом можно снимать целое отдельное видео, потому что на самом деле, когда вы переезжаете в новую страну, вы знаете, что у вас нет поддержки, что раньше, если вам там могут где-то, когда-то помочь родители, хотя, конечно, мы всегда жили на свои собственные деньги, но тем не менее, всегда мы знали, что где-то у нас есть всегда поддержка родителей, которые периодически все равно любят помогать своим детям, вот, и мы как бы всегда благодарны были, что наши родители, они все равно нам всячески пытались помочь там купить продукт или еще что-то. Здесь вы живете, как правило, вдалеке от своей семьи, если только вы не переезжаете там со своими родителями, родственниками, с семьей, вот, и вы здесь должны рассчитывать только на самих себя. Это заставило нас очень четко планировать наши расходы, финансы и научиться финансовой дисциплине. Для нас теперь слово финансовой дисциплины это действительно такое понятие, когда там ты не тратишь кредитной карточки, потому что здесь очень четко, очень много покупок проходит по кредитным картам, вот вся Канада и Америка действительно расплачиваются кредитными картами, и это очень нехорошая вещь по сравнению со странами Европы, потому что ты иногда можешь залезть в кредит слишком много там, или вот... Ну да, то есть здесь ты, в принципе, зарабатываешь достаточно зарплату, да, но и счета, которые здесь приходится оплачивать, особенно если вы владеете недвижимостью, какими-то транспортом и прочими вещами, счета здесь тоже достаточно кусаются, поэтому нужно быть финансово дисциплинированным, четко вести свои финансы и налоги в том числе, чтобы не попасть в просаг, да, и дело в том, что кредиты действительно здесь очень даются легко, то есть кредитные карточки, кредитные линии, машины в кредит, да, как я сказал, можно прийти в автосалон и уйти с машиной, да, но вам придется за это платить постоянно. Даже на ипотеку вам могут дать больше, чем вам это нужно, чем вы можете физически... Чем вы можете себе, да, позволить расплатиться за это. Физически вы, конечно, можете позволить, то есть нам дали ипотеку такую, то есть нам одобрили ипотеку на такую сумму, что если бы мы взяли полностью эту сумму, я не знаю, мы бы... Да, мы бы жили, может быть, в какой-то большой квартире, но питались бы одними крохами, я не знаю. Да, потому что, как бы, это то, что многие делают, когда... То, что называется home poor, да, когда люди берут, например, большой дом, но не могут его содержать, и обставить, и, как бы, заботиться об этом доме, потому что вот именно здесь у вас есть доступ к большому количеству денег, например, эти деньги не ваши, это именно банковские деньги, вот, все это достаточно доступно, но здесь надо всегда понимать, что вот это вот, как бы, вот это все лишнее, это не стоит здесь всеми продуктами пользоваться сразу финансовыми. Да, то есть мы здесь, как бы сказать, научились финансовому контролю своему, да, в России с этим было как-то полегче, потому что счета, которые были, собственно, зарабатывали меньше, и счета, которые к нам приходили, они были тоже меньше. Здесь от некоторых счетов может просто челюсть, да, отвиснуть. Но чтобы такого не было, надо всегда знать, когда, что, за что вам платить, какие налоги вам нужно платить, какие платежи, страховки и так далее, страховка за автомобиль, например, и тогда можно достаточно хорошо жить, да, потому что зарплаты здесь хорошие. Если вы все хорошо контролируете ваши расходы, то у вас остается достаточное количество денег для развлечений, для путешествий, я не знаю, для покупок и так далее. Еще одна замечательная вещь, это мы научились здесь общаться с людьми, ну вот, и мы именно научились, мы завели здесь большое количество друзей. Я очень благодарна всем нашим друзьям, если кто-то из них смотрит нас, то, как бы, большой им привет и большое им спасибо, потому что, на самом деле, когда вы живете далеко от родных, далеко от семьи, ваши друзья — это ваша семья. Это те люди, которые поддерживают вас, они помогают вам, и вы помогаете им, и таким образом вы чувствуете, что вы не одиноки здесь, да, несмотря на то, что ваши родственники далеко, и, как бы, у вас появляется такой замечательный, здесь очень часто появляется такой именно интересный круг общения, несмотря на то, что мы своих старых друзей тоже не бросили, но вот у нас до сих пор, я до сих пор общаюсь со своей лучшей подругой. На удивление легко заводить друзей здесь, особенно когда прошел вот этот вот первый культурный шок, вот эти вот непонятки, когда ты разделяешь на «мы» и «они», да, канадцы, мы отдельно, канадцы отдельно, да, ты всегда, как бы, со стороны смотришь, вот канадцы, они такие, вот канадцы, они всякие. Это проходит, это с культурным шоком, ты понимаешь, что они тоже люди с такими же проблемами, с такими же радостями и печалями, и мы совершенно равны на этой земле, да, и отделять себя, что вот мы такие бедные мигранты, мы не понимаем, что здесь и как, да, вот они тут крутые канадцы. Нет, это проходит со временем, ты себя постепенно ассимилируешься и понимаешь, что мы тут все в целом, да, что нету их и нас, да, есть мы в целом. И когда вот это вот все, границы внутренние вот эти вот пропадают, очень легко здесь завести друзей. У нас есть очень много друзей канадцев, есть много друзей среди иммигрантов, англоязычных, не англоязычных, а мы разговариваем на английском, потому что, например, мы не знаем их языков, да, но мы спокойно разговариваем на английском, и это действительно искренняя дружба, можно сказать, да, кого-то мы даже уже считаем родными как частью своей семьи практически. У нас есть очень хорошие канадские друзья, канадцы, также у нас очень много хороших русскоязычных друзей здесь в Ванкувере, да, и в Монреале, в принципе, было. Вот, мы передаем всем нашим друзьям огромный привет, спасибо, что вы у нас есть. Да, вот, очень, на самом деле, хорошо иметь большой круг общения и разнообразный круг общения. Но еще из важного, здесь мы купили в Ванкувере квартиру, то есть вот это вот, где мы сейчас снимаем, это наша квартира, мы взяли ипотеку, и, собственно, постепенно ее выплачиваем, то есть это к вопросу о том, возможно ли взять, то есть через какое время возможно взять свое жилье. Ну, как я уже сказал, мы бы, может быть, взяли бы и пораньше, но наше развитие карьеры происходило достаточно постепенно. Мы учились, мы работали на очень низкооплачиваемых работах, да, и, собственно, купили мы квартиру два года назад. Да. То есть через четыре года после переезда в Канаду. И я еще раз хочу сказать, что, наверное, мы бы купили раньше, если бы у нас карьера бы пошла немножко быстрее. Ну и потом я хочу заметить, что наш пример, он не показателен совершенно. Здесь есть люди, которые покупают в первый год жизни квартиру, и они делают правильно, возможно, для них. Да, у некоторых людей есть сразу хороший первый взнос. Например, они продают квартиру на своей родине, откуда они приехали, и у них есть сразу хороший первый взнос, люди сразу приезжают, сразу покупают. Я хочу сказать, что если вы решаетесь на переезд, и если вы, может быть, уже переехали, то покупать недвижимость нужно как можно скорее, потому что она растет в цене, и гораздо лучше платить за свою квартиру, потому что это будет как накопление, а не какому-то дяде отдавать деньги в никуда. То есть если вы прожили год в своей квартире и платили ипотеку, вы немножко накопили. Когда вы год проживаете в арендованной квартире, через год вас выселяют, да, или вы сами выселяетесь, у вас ничего нет в итоге, никаких накопленных средств. Естественно, ипотека, она дороже, чем аренда, но опять же тут есть одно но. Ипотека не увеличивается, а аренда из года в год понемножку повышается. И через несколько лет, если вы возьмете ипотеку, аренда догонит, и вы выйдете на равных, да, но при этом вы уже будете владеть частью вашего жилья. Вот, я считаю, это очень важный вопрос для новоприбывших здесь в Канаде. Еще один важный момент, это то, как мы умудрились за эти 6 лет выучить язык. Несмотря на то, что в моем случае мне было несколько легче, чем Паше, потому что я уже приехала с достаточно нормальным языком, вот, и после лингвистического вуза, но, тем не менее, мы оба смогли здесь улучшить наше знание английского языка. И французского. И французского, возможно, но сейчас, дело в том, что я уже несколько лет не говорила на французском языке, поэтому вот мой французский, наверное, не так хорош, но вот. Но самое интересное, что очень часто мы замечаем то, что наш... иногда бывает такое, что наши языки, они настолько смешиваются, что мы в русском языке используем большое количество английских слов и приносим за это прощение. И я знаю, что есть некоторые комментарии, которые говорили, что по-русски мы говорим не очень хорошо, и это так, потому что, на самом деле, когда живешь в другой стране и постоянно слышишь речь английскую, ты начинаешь уже настолько совмещать эти два языка, и это для тебя становится такой реальностью, что ты на русском языке, например, говоришь хуже. Да, например, пойдем есть outside, да? Да. Это значит выйти в кафе или в ресторан, да? То есть это для нас уже нормально. Ну, чего, сегодня поужинаем дома или outside? Да, это совершенно нормально, да. Или что еще? Или потому что это быстрее, потому что нам быстрее сказать слово на английском языке, чем сказать слово на русском, потому что иногда в русском языке нет эквивалента более быстрого или нет вообще эквивалента слова какого-то подобному английскому слову. Да, особенно, например, в программировании. Я делал в том, что учил программирование здесь, и я всегда общался в англоязычной среде, и поэтому мне какие-то понятия, я даже не знаю, как они на русском. Например, такие понятия, как closure в JavaScript, да? Я как бы, мне нужно было идти в слова, чтобы узнать, как это на русском называется. Или какие-то другие понятия, да, терминология какая-то. Вот это очень забавно, что какие-то термины я на английском знаю, но я не знаю, как они на русском произносятся. Да, и действительно, очень много английских словечек у нас вплетается в нашу речь. Ну, мне кажется, это нормально для тех, кто живет долгое время в стране. Вот, несмотря на то, что мы стараемся, мы очень любим, как бы мы гордимся нашими корнями, и мы очень любим, мы стараемся сохранить чистоту русского языка, насколько это возможно здесь. Еще есть такой момент, что за 6 лет в Канаде здесь мы... Дело в том, что мы не смотрим новости, мы никогда сильно не интересовались новостями, политикой, да, что происходит в мире. Я считаю, это потеря времени, энергии и нервов. Я считаю, лучше заниматься личностным развитием, да, общением с людьми и прочим, чем тратить время на какие-то политические новости, негатив и прочее. Но в этом есть один минус. Мы немножко потеряли связь с тем, что происходит сейчас, например, в стране, да, в той стране, откуда мы приехали. И нам иногда говорят что-то, да, мы уже не всегда понимаем, потому что мы уже немножко потеряли контекст. Мы не в курсе каких-то событий. Ну, конечно, о всех крупных событиях, как правило, люди говорят, и мы об этом знаем, естественно, вот. Но имеется в виду какие-то мелочи, какие-то культурные особенности, когда ты уже начинаешь там какие-то шутки не понимать. Да, например, КВН мы в последнее время не всегда понимаем, потому что мы немножко уже вне контекста. Да, то есть не все шутки. Да. Закончить хотелось бы на позитивной ноте, да, что мы за 6 лет подытожить, приобрели, так сказать, в Канаде. То есть мы приобрели, мы купили квартиру, да, как я уже сказал, мы хорошо научились, интегрировались в местное общество, завели много, большой круг друзей, очень хорошее у нас здесь общение. Мы продвинулись по карьере дальше. И, собственно, ради чего мы переехали в Канаду? Ради того, чтобы жить достойно, безопасно. И здесь мы это, собственно, это получили. Безопасность, вежливость вокруг, порядок везде и во всем, да, порядок в городах, порядок в парках, на природе. Очень везде все красиво, хорошо. И, собственно, как бы подведя такой итог, мы можем сказать, что мы достигли достаточно хороших успехов здесь в Канаде. И мы не жалеем о том, что мы переехали, потому что мы получили, собственно, то, ради чего мы переезжали, да? Ты как считаешь? Да, для нас, для нас, действительно, для нас это все, это путешествие, вот эти все шесть лет, это было достаточно интересное путешествие, несмотря на все его трудности, вот. И в нашем случае, в случае нашей эмиграции, мы не жалеем, что мы переехали, вот. Конечно, у каждого свой собственный опыт, каждый, естественно, эмиграционный процесс, он разный. У всех, может, у кого-то, может быть, эмиграция намного проходила успешнее, чем у нас, у кого-то, может быть, хуже, но вот. Поэтому вот это наши итоги за шесть лет. Да. Канада входит всегда в первую десятку стран по уровню жизни, да? И мы рады, что мы живем здесь, в этой стране, и это действительно так, мы можем внутри сказать, что действительно то, что говорят о Канаде, это все правда. И очень приятно осознавать, что эту страну мы уже ассоциируем как с домом. Когда мы говорим вернуться домой, или там, когда мы куда-то уехали, да, мы уже, когда говорим о том, что мы хотим вернуться домой, мы уже думаем о Канаде. Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Если у вас будут какие-то вопросы, оставляйте их. Мы очень любим читать ваши комментарии, мы стараемся отвечать как можно быстрее на все. Но вы сами понимаете, что это достаточно сложно, потому что комментариев уже довольно много. Но тем не менее, пожалуйста, оставляйте комментарии, пишите. И мы надеемся, что вы продолжите смотреть наше видео и будьте с нами. Всем удачи, всем до встречи. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok